Вадима Цедрика Вадима Цедрика Вадима Цедрика Вадима Цедрика Вадима Цедрика И очень много времени нужно было потратить в том числе и в зале. Расскажите, телезрителям не все знают о специфике такого вида спорта, как фехтование на колясках. У нас за фехтованием-то не особо следят, только когда на Олимпиадах получают медали «Карлан», «Камраваик» и тем не менее. Ну, специфика фехтования на колясках заключается в том, что у нас инвалидная коляска служит для уравнения шансов. Между людьми, которые имеют диагноз ДЦП, дискетербуральный паралич, или же имеют ампутацию конечностей каких-то, либо травма позвоночника грудного, поясничного и шейного отделов. Коляска – это очень дорогостоящий инвентарь, качественная коляска. У нас в Украине, к сожалению, не делают именно фехтовальных. То есть это особый вид коляски? Это особый вид коляски. Она делается полностью под человека. То есть по всем требованиям Федерации фехтования нашего паралимпийского. Это суперспецинвентарь, можно сказать так. И коляска делается под каждого спортсмена своя. А фехтуем мы, в принципе, получается сидя, чтобы ноги не работали. Допустим, я могу ходить, у меня ноги работают. Со мной может попасться соперник, у которого полностью рабочая спина, но при этом не рабочие ноги. И поэтому нас садят на коляске, чтобы уравнять. И в отличие от обычного фехтования классического, у нас фиксированная дистанция. То есть в определенных видах оружия своя дистанция. И менять дистанцию мы можем только за счет работы корпуса, мышц спины. То есть это те же три вида оружия, та же рапира, сабля. Те же три вида оружия. И еще одно отличие фехтования на колясках от обычного фехтования в том, что мы, каждый из спортсменов, фехтуем в двух видах. То есть мы выступаем, вот допустим, я выступаю в сабле, и я выступаю в шпаге. Если обычные спортсмены в классическом фехтовании выступают только в одном виде оружия, то мы эффектуем в двух видах. Чемпионат проходил в Риме. Как удалось команде Украины, вам в том числе, добраться? Были какие-то организационные, может быть, проблемы? Расскажите. Наш национальный паралимпийский комитет делает все возможное для того, чтобы спортсмены выступали на форумах такого уровня. За это мы им очень благодарны. Как бы никогда никаких, в принципе, проблем не бывает. В плане, не знаю, организации, дороги, проживания и всего остального. Потому что наш национальный паралимпийский комитет делает все для того, чтобы мы могли выступить и с достоинством представлять страну. Что происходило в Италии? Как вообще в Риме, который, на самом деле, избалован большим спортом, восприняли этот турнир? Было ли достаточное количество болельщиков, чтобы у спортсменов был такой вот холодок, такой, что болеют, смотрят, поддерживают? Знаете, как впервые за всю историю, так как я достаточно много аффектую и бывал на форумах наивысшего уровня, то впервые, допустим, итальянцы, которые, они сильные спортсмены достаточно. Вот. И они всегда там в определенных дисциплинах, в определенных видах оружия, они брали медали, выступали. Но как бы сейчас, когда чемпионат мира прошел в Риме, они настолько собрали много медалей высшего уровня, высшие пробы. Потому что, видимо, стены лечат. Ну, не лечат, а как бы поддерживают. Может быть, они очень эмоциональны. Очень много людей приходило, болели за итальянцев. И очень тяжело, на самом деле, фехтовать с итальянцами, когда за них болеет весь зал. Но поддержку, я так понимаю, ощущали и все спортсмены, потому что это... Ну, это эмоционально. Это и поддержка, и в то же время это тяжело, потому что это давление. То есть, ты же, когда сидишь на дорожке спортсменом, ты с ним один на один. А когда твой поединок зависит, допустим, в один укол или в один удар, а сбоку на судью давят болельщики, которые, в принципе, в фехтовании, может быть, ничего и не понимают. Но они видят флаг. Так они увидели фонарь, и они начали кричать «Ура, ура, ура!» или что-то еще. А судья уже сомневается и думает, как бы, что сделать и как присудить. То есть, фехтование на колясках, классическое фехтование – это все равно по-прежнему субъективный вид спорта. Есть доля субъективности. Да, вот спортсмен готов, спортсмен тренировался, но решение о фиксации укола все равно... Последнее слово остается «за человеком». Конечно же, «за судьей». То есть, по-прежнему принимает решение, как бы... Судья, потому что из всех видов оружия, допустим, в фехтовании, самый простой – это шпага. То есть, если два фонаря загорелось, то есть, два фонаря дают каждому из соперников по уколу. В сабле все зависит от судьи. Такой еще вопрос. По поводу вашего участия в Паралимпийских играх, за вашими плечами сразу два вступления. Сама атмосфера и то, что вы попали туда для вас, тоже определенного рода достижения. Я могу сказать так, что, в принципе, попасть на Паралимпиаду – это так же самое, как взять золото мира или всего остального. Попасть или достичь какого-то результата гораздо проще, чем его удержать или чтобы его использовать целиком и полностью. Потому что, допустим, я на Паралимпиаду, да, я попадал на две Паралимпиады, но так сложилось, что на первую я был еще слишком молод и, скажем так, сырой эмоционально, поэтому я проиграл. На вторую Паралимпиаду я попал, я отобрался, но перед самой Паралимпиадой я получил травму и тоже было тяжело. Надеюсь, что на третий цикл я уже буду в призах. Ну, сама атмосфера, которая на этих соревнованиях присутствует... Атмосфера, в принципе, дружелюбная. В принципе, дружелюбная атмосфера. Но если сравнивать нашу украинскую команду со всеми европейскими, то у нас самая дружная команда, потому что мы ходим на все виды соревнований практически. Причем сами спортсмены болеют, за нас приходили, болели, мы приходили, болели, потому что наше выступление почти в самом конце Паралимпиады в программе. Поэтому мы для того, чтобы немножко отвлечься и эмоционально быть более свободными перед нашими соревнованиями, мы ходили, болели за других и так же самое за нас приходили, болели. — Чтобы спортсменам поддерживать форму, в том числе нашим, украинским, они должны тренироваться, тренируются каждый в своем регионе, в нашей большой стране. Где вы, Вадим, в Одессе поддерживаете форму? — Ну, так как, в принципе, сборов у нас очень много в году, а если брать конкретно в Одессе, то я тренируюсь на базе Федерации фехтования сабельной Одесской. — Это которая в центре города, насколько я понимаю, Новосельского? — Да, Новосельского, 75. — Недавно пережила чрезвычайную ситуацию, да, вот мы говорили об этом, в том числе на нашем канале, вынес ценное оборудование. Как сами воспитанники, педагоги спортивные переживают эту ситуацию? — Очень тяжело, потому что, в принципе, все вещи, которые были украдены, это очень дорогостоящие вещи. И сейчас с нынешней ситуацией в стране и космическим курсом доллара, они вообще бесценны. Но как-то глупо. Видимо, люди, которые пытались, точнее, которые это украли, они просто не понимали, что они берут, потому что реализовать это очень тяжело, так как фехтование — это не футбол и не футбольный мяч. Фехтование все всегда, ну, вся экипировка где-то всплывет, потому что даже именные курточки они позабирали. То есть экипировку с фамилиями, с символами страны они позабирали. То есть, ну, как бы, она все равно где-то всплывет. Фехтование — тот вид спорта, который и на олимпийских, и на паралимпийских играх за последние много-много лет регулярно оставляют украинских спортсменов в призах. Я сейчас не назову Олимпиаду, когда, может быть, разве что еще 96-й год, очень давно, когда... Вот я говорю именно про Олимпиаду, про паралимпиаду, к сожалению, всей информации не владеет. В принципе, вид спорта, который мог бы стать таким вот стержневым с точки зрения финансирования, государственной помощи. Чувствуют ли вот спортсмены, вы, ваши коллеги и паралимпийцы, и олимпийцы, вот реальную поддержку государству на вопросе? Говорите, как есть. Ну, я скажу, что я не могу сказать за олимпийцев, потому что не знаю, как бы... Слухов много, но я слухами не буду оперировать, потому что не знаю. А за паралимпийцев нас очень сильно поддерживает государство. Это наш национальный паралимпийский комитет во главе с Сушкевичем. Вот. Они нас поддерживают, стараются сделать для нас все возможное, закупить инвентарь, постараться сделать, чтобы мы выкатали весь календарь за год соревновательный, чтобы и омолодилась команда, то есть мы, ну, тренера смогли обкатать молодых спортсменов, ну и, скажем так, ветераны команды смогли показать достойный результат. Несколько лет назад у вас был опыт участия в турнире по так называемому классическому фехтованию. Чем запомнилось, какие для себя запомнились? Я просто, было интересно, я участвовал в универсиаде нашего города на базе политехнического института. На тот момент я еще был студентом политехнического университета. И, как бы, я попробовал поучаствовать чисто для себя, как, ну, не знаю, как разнообразие, что ли, развлечение. Чем запомнилось? Ну, интересно. Интересно, ну, благодаря своему, как бы, опыту спортивному я смог компенсировать не совсем работу своих ног, работой своей головы и руки. То есть у меня рука отрабатывает гораздо быстрее, чем у многих спортсменов, начинающих ноги в классическом фехтовании. И так получилось, что я до универсиаде стал пятый. Хотя, ну... То есть опыт был любопытный для вас, может быть, даже. Да, просто интересно. Ближайшие планы обычного спортсмена, у каждого спортсмена спрашивают, вот, его график на ближайшие несколько недель, месяцев, тоже хотелось бы поинтересоваться у вас, какие соревнования впереди? Ну, международный цикл уже закончился в этом году. То есть мы сезон международный уже закрыли, в этом году он закрыт. А сейчас с 14 по 17 декабря будет проходить чемпионат Украины на Олимпийской базе в Кончерзаспе в Киеве. И все. И на этом этот год закончен. А потом уже там дальше будет видно. Чемпионат Украины, чемпион Украины в первенстве определяется в конце года, по итогам года или это? Нет, это чемпион Украины, это тот человек, который выиграет вот этот вот турнир, который будет проходить в декабре. А подготовка уже идет у вас? Я только неделю назад вернулся с чемпионата мира, поэтому сейчас в связи с тем, что был не готов к погодным условиям, я немножко приболел. Сейчас восстанавливаюсь, но уже был в зале, уже тренируюсь. Конкуренция серьезная? Много спортсменов, кто вот решил попытать свои силы в виде спорта? Молодых спортсменов достаточно, но так как фехтование это тот вид спорта, в котором сила, молодость или физическая сила роли не играет. Это очень интеллектуальный вид спорта. И плюс годы тренировок и опыта, то в принципе в финале и в призовой четверке будут те люди, которые в принципе есть сейчас в составе национальной сборной. Может быть кто-то, появится какое-то молодое дарование, но это маловероятно. В следующем году новые международные старты, уже есть у вас какой-то календарь соревнований, куда вы планируете? Да, в следующем году мы готовимся на чемпионат Европы. Который пройдет где и когда? Пока еще где, точно неизвестно, а пройдет скорее всего где-то в октябре. Я желаю вам, Вадим, и вашим коллегам успехов во всех соревнованиях, в которых принимаете участие, прославляете страну, прославляете регион. Успешных вам результатов. Спасибо, что пришли. Оставайтесь на репортере, болейте за наших спортсменов, берегите себя. До новых встреч в эфире. Продолжение следует...